Что же тебя связывает с ним, Аканы? Трудно поверить, что вы просто знаете друг друга со школы. Какое ехидное лицо. Джун Пей, он такой сексный. Да, он очень важен для меня. Да это было понятно давным-давно, что она втюрилась с него. Хей-хей, здорово, народ, какие дела? С вами Сергей Халье, вы смотрите канал Хейл Плей. Надеюсь, у вас отличное расположение духа и прекрасное настроение. Потому что мы с вами сегодня продолжаем проходить игру, которая наполнена смертями и убийствами под названием Zero Time Dilemma. А в предыдущей серии мы с вами решили очередную загадку и закончили очередной эпизод. Впереди нас ожидает еще далеко не один и наверняка далеко не одна смерть, что, кстати говоря, не может не радовать. Единственное, что бы хотелось, конечно, чтобы смерти были более изощренные. Ну а перед тем, как приступить, давайте поднимем бокалы и выпьем за то, чтобы смерть была оригинальной. Ну, хоть что-то же должно быть интересным. Брачей! Ах, ну а мы с вами, друзья, продолжаем загружаемся и идем, идем в следующий эпизод. Так, как вы помните, мы прошли эпизод за команду D, вот этот вот и вот этот вот. И следующий эпизод, он как раз-таки за команду Q, где стоит наш Q возле Zero. Zero, что, кстати говоря, выглядит очень интересным. Эм, давайте, поехали. Ооо, посмотрите, какие здесь разветвления. И тут, и сям, это будет очень интересный эпизод. И наверняка здесь будет очередная загадка, потому что, видите, он стоит там возле какой-то опять кнопки или что-то такого. Ооо, очередная загадка. По-моему, сейчас каждый эпизод будет, будет с долбанной головоломкой. Просто здесь головоломки часто очень геморрные. Ну да ладно. Реалити. Будем с вами надеяться, что решим все быстро и оперативно. А? Почему я здесь один? Эй, Мира! Эрик! 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 А Кью, получается, последний, кто остался жив из команды. Анонсирование текущих потерь. Си, Карлос, Акане, Джунпей. Команда Кью, Эрик. Команда Ди, Диана, Фай, Сигма. Эти семеро теперь мертвы. Да, и она ушла, а он, получается, остался один здесь. Нет. Икс-дверь была открыта, после чего снова закрылась. Тот человек, кому удалось сбежать? Мира. Нет, это неправда. Это правда. Игра решений подошла к концу. Благодарим за участие. Вот это очень интересный момент. Что? Почему семеро? Да, и снять вот это не может. И тут ему видение, когда взрывается башка у команды Си. Да, как зарезали. Как миру убило. Но его же тоже. Потому что мы это с вами видели в одной из... в одном из эпизодов. Это... Что все это было? Почему я увидел команду Си и команду Д? И еще... Почему я все еще жив? Я помню, как меня ударили скальпелем. Ты действительно хочешь узнать? Зеро. Предлагаю тебе зайти в купол квантового компьютера. Ты получишь там все объяснения. Купол квантового компьютера? И сейчас он заставит нас сыграть в игру. Ради того, чтобы мы с вами узнали ответы. Судя по всему. Ты! Ты меня ненавидишь, я так полагаю. Ты вправе меня убить, если хочешь. Это не составит труда, если ты этого действительно хочешь. Я... Я... Я хочу узнать правду. Больше, чем убить его. Несмотря на то, что он сделал. Хорошо. Опа. Что это? Твои запасные тела. Запасные? Они созданы для осуществления моего плана. В основном они выполняют физическую работу, плюс некоторые другие действия. А... Вот где он мё... Нет. Тогда... Тогда я... Именно. Ты... Не человек. Но я подозревал это. Твое сознание не находится в твоем теле. Твой мыслительный центр находится здесь. В этом квантовом компьютере. Всё, что ты думаешь, чувствуешь, какие принимаешь решения, всё происходит здесь. Результатом этого процесса являются команды, посланные твоему телу. Охренеть. Оно и действует согласно отданным командам. Так вот, почему я не умер тогда. Всё верно. Значит, у меня нет воспоминаний. Безусловно, нет. Поскольку ты только начал своё существование. Лишь сейчас? Тогда... Что это? Это? Я знаю, здесь кое-что есть. Я чувствую тепло, чувствую, как оно бьётся. Он про сердце говорит, как трогательно. Я лишь могу предположить, что это оставшийся след того мальчика, с которого ты был смоделирован. Он боролся с неизлечимой болезнью и умер в возрасте 10 лет. Кто он был такой? Я знаю, кто он был. Его звали Шон. Так же, как и тебя. Но я вовсе не он, да? Это тот парень, ради которого убивал тот убийца, видимо, чтобы спасти мальчика. Помните ту историю? Случаем это не он ли? Правильно. Он лишь был использован как модель для создания твоей личности. О, ладно. Понятно. Значит, я всего лишь программа. Моё сознание находится вне моего тела. А что это меняет? Ты не думал, что с людьми может быть то же самое? Не у всех людей сознание находится у них в голове. Возможно, их разум существует в альтернативном измерении, откуда они в состоянии думать. Оттуда, через реле, они посылают сигналы в свой мозг. Если это правда, тогда нет никаких противоречий к физиологии головного мозга. Если реле ломается, твое тело перестает понимать сигналы или правильно выполнять команды. Такие явления вполне реальны. Если больше ничего, мы не можем доказать неправильность этой теории. Ну ты, чувак, и задвинул. Можно тебе задать один вопрос? Почему ты создал во мне личность? Если тебе нужен был помощник, разве не было бы достаточно робота, выполняющего команды? Я... Я хотел увидеть мир таким, каким его видел ты. Мир того мальчика, Шона. Что... что ты имеешь в виду? Я не скажу более. Эй, постой! Мы поговорим позже, а сейчас я хочу, чтобы ты кое-что сделал. Сыграем в игру. В игру решений. Как ты задолбал, Зеро? Зачем? Ведь игра уже закончилась. По отношению к другим, да. Ты исключение. Что? Я объясню правила. Ты видишь здесь кнопку? Твой выбор вполне очевиден, нажать на кнопку, либо не делать этого. И если я нажму... В этом компьютере хранится вся информация, благодаря которой ты являешься именно собой. Память, характер, то, как ты думаешь и чувствуешь. Все алгоритмы твоего поведения хранятся внутри. Если ты решишь нажать на кнопку, вся информация будет скопирована и перемещена в виртуальное пространство. Там копия тебя будет бесконечно существовать. Созданный там мир полностью соответствует реальности. Ты никогда не поймешь, что он нереален. В этом мире твоя копия будет жить счастливую жизнь. Однако, это будет происходить лишь в мире симуляции. В реальном мире настоящему тебе будет придется продолжить существовать. Будет придется, короче говоря, придется продолжить существовать. Между тобой настоящим и копией, нет чего-то ла-ла, вся информация одинаковая. Она будет скопирована со всей точностью. В общем, не будет разницы, имеется в виду. По сути, в момент, когда ты нажмешь на кнопку, твоя жизнь разделится на двое. Та в чем смысл-то? Один будет находиться в виртуальном пространстве, другое останется в реальном мире. Тогда что произойдет, если я не хочу нажимать? Вся принадлежащая тебе информация будет бесследно стерта. Нет никаких резервных копий. Восстановление твоей информации будет невозможным. Твой отказ нажимать означает, что твоя жизнь будет стерта и произойдет полное уничтожение. Полное уничтожение? Ну, хотя бы без ребусов. Короче говоря, мы по тактике нашей сначала нажмем, а потом не нажмем. Твоя судьба сводится к трем возможным вариантам. Нажать кнопку и отправиться в виртуальное пространство. Нажать кнопку и остаться в реальном мире. Отказаться нажимать и принять полное уничтожение. У тебя лишь два решения. Либо нажать кнопку, либо нет. Каково твое решение? У тебя есть 10 секунд. 10 секунд, и твое будущее навсегда изменится. Просто охренеть. Ну, блин, от посылания копии нашей, это же все будем не мы. Давайте нажмем, короче говоря, сначала. Ой, все будем не мы. Это будет другой, то есть копия нашего сознания. Но это не наше сознание будет все равно. Это просто будет дубликат сознания. Тут цифровое бессмертие не получится сделать. Начинаю копирование программы Шон-729, виртуальное пространство. И нам, видимо, сейчас покажут, как это... В смысле? А, и мы можем перейти, то есть теперь сюда и сюда. Самостоятельно. А, окей. Давайте, например, сюда. Итак, мы скопировали и... А, мы, видимо, посмотрим в виртуальном пространстве и в невиртуальном. Боже мой! Боже мой! Шон, ты очнулся! Где я? Что со мной? Твоя операция успешно прошла. Ты теперь полностью излечился. Мам? Я так тобой горжусь, Шон! Пап? Что такое? Ты выглядишь слегка растерянным. Ты в порядке? Наверное, мне приснился кошмар. Впрочем, что ты хочешь, чтобы я тебе приготовила, когда ты выпишешься? Да, мы можем начать решать. Куда бы ты так же хотел съездить? Ладно. Охренеть. Поздравляю с выздоровлением, сыр! Спасибо! Обед готов! Чтобы и все съели! Я приготовила сегодня ваши любимые блюда! Вау, мясной пирог! История, как у того парня! Пюре, арахи, высовое масло и сельдерей в те же самые локации! Ура! А теперь не думай, что это все! Вот это да! Игровая приставка, о которой я всегда мечтал! И все книги, что я хотел прочитать! И столько боролся с болезнью, поэтому ты заслуживаешь, чтобы тебя побаловали! Пап, мам, большое спасибо! Я полностью выздоровел, и теперь я хочу... ухожу в школу! У меня появилась куча друзей в библиотеке, я могу читать любые книги, какие захочу! Мне нужно сильно заниматься, чтобы догнать ребят в том, что я пропустил, пока я был в больнице! Папа и мама всегда говорят мне, что они любят меня каждый день, такой веселый! Я должно быть самый счастливый мальчик в мире! В виртуальном пространстве! Охренеть, блин, даже как-то грустно! Хэппи-энд! Так, ладно, давайте сохранимся! И пойдем тогда посмотрим, что происходит вне этого пространства! Виртуальная жизнь, да! Теперь перейдем сюда! Эм, Зеро! Почему я все еще здесь? В том виртуальном пространстве! Я, то есть идентичной версии, меня живет счастливую жизнь! Почему я здесь? Я хочу рассказать тебе одну старую историю! Старик и мальчик с неизлечимой болезнью встретились в больнице! Мальчик постоянно читал книги, значительно выше своего уровня! Большую часть своей жизни он провел на больничной койке! Поэтому книги были его единственными друзьями! У мальчика была одна способность! Он был крайне одаренным! Старик высоко ценил его способность! Поэтому взамен на новой книге каждый день мальчик делился своими научными знаниями! Мальчику сказали, что как только его болезни злечат, его возьмут на работу! Однако... Жизнь была несправедлива! Дорога к его будущему оказалась закрытой после нескольких случайностей! Мальчик лишь посмеялся! Он не искал виноватого, он лишь просто тихо принял свою судьбу! Он не отчаивался! То, что он перестал надеяться на выздоровление, вовсе не значит, что он забросил свои мечты! Перед смертью он поделился ими с его старым другом! И эта мечта наконец-то... О чем ты говоришь? Вселенная! Этот квантовый компьютер содержит бесчисленное количество реальностей! Предположим, что где-то есть кто-то, кто может полностью управлять этой программой! Возможно, он поймет, что может пересекать вселенную! Пересекать вселенную? 61404091 Что это такое? На код похоже! Запомните цифры! Придет время, когда они пригодятся! 61404091 Что?! Это код, возможно, к ящику! Не может быть! А-а-а! Я забыл про это! Я забыл, что у него на голове код! Он снял! Нет! Нет! Охереть! У него нет головы! Конец! Охренеть! 61404091 Интересно, а это подойдет к... Ой! 61404091 Погодите, а если я... Я просто не помню, там... 61404091 Там вообще, по-моему, цифр-то нет, да, у этой штуки? Ну-ка, давайте сюда перейдем, быренькая! Вот это пипец! Боже, как они круто закру... Закрутили! Да, здесь даже нет цифр! Так, а давайте попробуем просто радикал вести! Так, а черточки нет! А, и 6 нет! Ага, понятно! Ошибка, да! Кода мы пока что, друзья, не знаем! Код нужно искать! Да, не может вспомнить наш паренек его! Просто офигеть! Так, хорошо! Это мы с вами увидели! Давай теперь посмотрим, что вот здесь находится, если мы не будем нажимать кнопку! Боже, ну насколько эта игра крутая, и она, знаете, трогательная в то же время, и... Слишком такая замудренная, но на самом деле есть неплохой смысл! Боже мой! Очень классная игра! Так, мы с вами кнопку не стали нажимать в этот раз, но это приведет, как я понимаю, к плохим последствиям! Значит, таково твое решение! Все хорошо! Я лишь хочу, чтобы ты это закончил! Понятно! Тогда прощай! И он нас уничтожил! И я так понимаю, все! Да! Просто получаем гейм! Гейм овер! Да! Закончили мы тут все! Офигенно! Вот этот эпизод был очень крутым! Боже, блин! Он такой был эмоциональный, ребят! Так! У нас получается... Следующая ветка! Следующая ветка наступает! И следующая ветка, она у нас начинается с команды! С команды! С команды! С команды какой? С команды! С какой команды-то? А, вот! С команды Си! Она начинается вот с этого эпизода, где стоит девушка с бензопилой и, честно говоря, очень воодушевляет! Здесь очень большой эпизод и явно еще и вдобавок с головоломкой, господи! Ладно, как бы там ни было, друзья! Вперед! Перейти сюда! Да! Неужели там будет бегать одна и резать всех бензопилой? Это было бы... Это было бы очень круто! Да, ну все понятно! Еще одна комната-головоломка! Это... Кладовая! О, Карлос! Где Джунпей? Без понятия! Его уже не было, когда я проснулся! Закрыто! Что это сделал Джунпей? Ты думаешь, он, проснувшись первым, закрыл нас? Ты же не виделась с ним долгое время, так? Может, он теперь сообщник Зеро? Это невозможно! Джунпей, которого я знаю, никогда бы не поступил так с нами! Извини! Это просто одна из вероятностей! Джунпей! Знаешь, я... Все думаю! Что же тебя связывает с ним, Акане? Трудно поверить, что вы просто знаете друг друга со школы! Какое ехидное лицо! Джунпей... Он... Такой секосный! Да, он очень важен для меня! Да, это было понятно давным-давно, что она втюрилась с него! За всю жизнь у меня особо не было по-настоящему близких друзей! Даже не скажешь! Я бы принял тебя за одну из тех парней и девчонок, которых всегда обожают в Японии! Вот и очень добр, спасибо! Но это не совсем так! Джунпей всегда говорил, что я так, то всегда говорит то, чего не стоит говорить! Надо мной никогда не издевались и не подшучивали, но чувствовалось, что все считали меня какой-то странной девчонкой! Джунпей был другим, он говорил, что он примчится на помощь в любой момент! Ооо, как трогательно! Однажды, когда мы были младше, я была кое-чем расстроена, и он один пошел на обидчика! Получил пиздюлей! Звучит так, будто он герой из комиксов! Да! По крайней мере, для меня он герой! Но этот прошедший год совсем изменил его! Кажется, что теперь он изменился в другую сторону! Если это случилось как-то из-за меня, то в этот раз я должна прийти к нему на помощь! Я так решила для себя! Тебе нравится Джунпей, так ведь? Что ты вообще такое говоришь, Карлос? Я не очень хорош в этих романтических делах, хотя напарники всегда делятся со мной своими историями! Поэтому я вижу! Достаточно взгляда, чтобы понять, что человек влюблен! Неужели нет такого человека, кто был бы для тебя так же важен? Есть? Я люблю свою младшую сестру, она радость моей жизни! О, комплекс старшего брата? Умеешь подколоть! Считай, что мы квиты! А теперь... Просто сидеть здесь бесполезно, давай найдем выход отсюда! Точно! Спорю, тебе не терпится увидеть свою любовь! Карлос! Ой, блин! Это что, рука? Ээээ... Найди выход! Там игрушка держала отрубленную руку и... Ставлю свою почку, что... Джунпею нечем нас было здесь закрыть! Потому что, мне кажется, это его рука. Так, ладно, давайте изучать. Что с воздуховодом, Карлос? Ничего, я просто подумал, что, может быть, туда получится пролезть. Он слишком мал даже для меня. Ты права, мы должны найти другой путь. Так, итак, коробочка перед нами стоит. Какая-то подс... Ёкарный бабай! Это правая нога. Зеро пытается напугать нас частями от манекена. А, это честь от манекена? Здесь, кроме ноги, больше ничего нет. Нет, давай продолжить поиски. Погодите, а во что был одет Джунпей? Я просто не помню. Ну ладно, если не сказали, что это от манекена, окай. О, черт подери, это очень странно. Эй, Карлос, эта часть похожа на выдвижной ящик. Но, нет, не могу открыть его без ручки. Понятно, и что... Похоже, что питание отключено. Не правда ли, отверстие на панели похоже на пряничного человечка? Интересно, что бы это могло быть? Эээ... Правда, это отверстие очаровательно? О да, мне вспомнилось, сколько веселья было от готовки в детстве. А ты готовила наполненные любовью печенье сердечки для своего любимого Джунпея? Карлос, пожалуйста, прекрати меня дразнить. Так, отверстие вкал-выкал, короче, пока не работает. Хорошо. Ох, дверь к этой морозильной камере закрыта накрепко. Если мы введем правильный пароль, дверь должна открыться. Четыре цифры. Ладно, четыре цифры. Ладно, давай попробуем. Шестьдесят один сорок девять. Я просто набрал балды. Понятное дело, что нам надо сначала решить загадку, чтобы получить пароль. Такая-то, что... Вот так, ага, то же самое. Это синие куклы и правая рука. Это стеклянная дверь закрыта. На ней нанесены какие-то зеленые линии. Да, тут линии и тут линии. За стеклом лежит странная синяя... Ага, понятно. Так. Вижу на той стороне бутылку и карточку. Эта дверь закрыта. И что это за розовые линии? Так, розовые и зеленые. Кстати говоря, двери открываются по направлению этих линий. Ну, я понял, что это такое. Короче говоря, вот эти вот линии надо совместить с этими, и тогда мы увидим, что там написано. Вот здесь вот, видите? Они так совместятся. Короче, это части этих... ...буков. Так, ладно. А это что? А это можно как-то активировать? С помощью этих кнопок можно открыть дверь. Ага. Ну, понятное дело, да, фейлт. Ясно, будем искать. Проклятие, все еще закрыто. Так, ладно, ясно. Я думаю, я смогу выбить эту деревянную дверь. Зеро не запер бы нас вместе, из которого было бы так легко убежать. Давай продолжать поиски. Даже не будет пробовать, лол. Так, окей. Тут что? Ой, это... Левая нога. Зеро пытается нас напугать. О, это... Порошок для приготовления желе. Так, окей. Мы взяли желатиновый порошок. Эта нога выглядит как настоящая и отвратительно. Что за черт? Зеро. Помещать такое сюда? Блин, вы уверены, что это черт подери манекен? Ааа, что это? Круглая? Может, это кнопка для устройства? Так, круглая деталь. Окей, это, видимо, да, кнопка. О, Карлос, картошка порезана на круглые кусочки. Ты права, время поджигать гриль и объедаться. Хотя, на самом деле, мне не особо хочется есть, пока мы находимся здесь. Так, левая дверь так, правая дверь так. Видите, что написано? Знаешь, мне вспомнился один эксперимент с картошкой, который мы делали в школе. Так, ладно, хорошо, погодите, пока. Господи! А, это левая рука. Уверен, что это подделка. Эта рука, она прикована наручником и присоединена к трубе. Для чего? Черт, я знаю, для чего. Господи, ну это все выглядит чудовищно мрачно. А вот и инструкция, смотрите. Желатин, вода, формочка, залить и приготовление, ну, в общем, ключа для этого устройства. Рецепт желе, это мило. Рецепт желе, это мило, что здесь нарисован плакат, но как-то непонятно. Если есть рецепт, то, вероятно, должны быть ингредиенты. Тебе стоит приготовить немного желе и сказать Джунпею, когда мы его встретим, я приготовил это для тебя. Нет, я недостаточно смела, чтобы такое говорить. Печально, с такими словами ты бы точно завоевала его сердце. Так, в этой коробке ничего нет, да? Госп... Ааа, это тело! Ааа, что это? Это тело? Карлос, оно настоящее? Почему ты так думаешь, Акана? Это просто реалистичная копия. Ты прав, оно не может быть настоящим. А это? Здесь написано раствор йода. Раствор йода. Так, ладно. Раствор йода. Охер... Блин, вам не кажется, что они слишком часто говорят, что это не может быть настоящее тело? Потому что, как мне кажется, это настоящее тело. И, мне кажется, это тело Джунпея. Я, правда, не помню, во что он был одет, увы, но... Так, давайте вставим. Да, питание устройства включено. Это углубление на панели, наверное, переключатель. Посмотрим, можем ли мы использовать устройство. Что ж, теперь питание включено. Но что с остальной частью? Я не знаю, может быть, для руки ничего не происходит. Только для чего это? Так, погодите, мы включили питание. Стоп, а что мы нашли? У нас есть... Ага, у нас есть желатин для приготовления. У нас вода... А формочка где? Так, окей... Так, а формочка, она хз где-то. Так, у меня есть желатин, у меня есть йод. Но желатин нужен для приготовления, у нас еще не полностью есть. А йод мы можем использовать на картошку, например. Потому что... Да, картофель поменяет цвет, если на него накапать раствором йод. Да, поменяет, потому что, да, крахмал реагирует на йод. Это помню даже я. Что это такое? А, смотри, появились буквы. Это значит, что эксперимент удался. Читается ДУДЛЛР. А, вниз, вверх, вниз, лево, лево, право, что ли? Без понятия, а что значит Л дверь и П дверь? Вниз, вверх, вниз, лево, лево, право. Я понял, это для двери. Вниз, вверх, вниз, лево, лево, право. Ой! Вниз, вверх, вниз, лево, лево, право. Вниз, вверх, вниз, лево, лево, право. Да! Никогда не подумала, что знания полученные в начальной школе пригодятся. Так, и мы с вами открыли одну из, эээ, стен... Ну, дверей. Подожди, на экране что-то есть. Эээ... Так, ну, окей. Окей. А, ага. Ну, в общем-то, суть понятна. Мы должны с вами собрать все это дело. Да, и что-то кривовато, честно говоря, получается. Так, ладно. Хорошо. Мы должны просто собрать эту штуку. Так, стоп, нет. Это отсюда. Так. И вот сейчас мы пойдем... Так, яблочко уже собрано. Готово. Теперь апельсинчик. Так. Ну, это несложно, кстати говоря. А, так, это... Так. Ну, ну, давай. Так, так. Так. Где еще у нас не собраны, ребят? А, вот. Апельсин не собранный. Так. Все собрали. И как, мне надо чек нажать, интересно? Или он сам как-то активирует? Ну, вроде бы все. Давай чекнем. Да, все, собрали, окей. Ну, это было просто, хорошо. Карл, смотри, выдвижной ящик. Давай посмотрим, что в нем. Какая-то формочка? А, вот мы с вами получили и формочку. Так, хорошо. Здесь больше нечего делать. А это? Правая рука с надетым наручником. Не думаю, что она настоящая, но от этого все равно не хочется смотреть на эту жуткую штуку. Этот наручник закрыт. Здесь есть отверстие для ключа. Нам просто нужен ключ, чтобы открыть замок. А, то есть мы должны еще будем отстегнуть. Так, и нужно будет вот с этим разобраться. Какой там еще код? Так, чтоб, если левая дверь направо, то это получается правая дверь налево. То есть, в смысле, наоборот, да? То есть, это слева направо, а справа налево? То есть, право, лево, лево, вниз, вверх, вниз. 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 Да, фух, окей. Значит, реакция картофеля на йодом, на йод, видимо, действительно была подсказкой к этой двери. Теперь можно добраться до вещей, что лежат внутри. Опа, и вот надпись, ну, это понятно было. Left hand doll. А, плюс правая рука, а, левая рука плюс кукла. Написано. Так, что это? Это инструкция? На ней изображена кукла, и что мы ее должны нагреть? А, так, хорошо. Мы должны ее нагреть, окей. Эта бутылка с водой может пригодится. Давай возьмем все с собой. Так, у нас получается все есть. Погодите, а я должен это как-то здесь смешать? Да. Так, а... Ой, нет. Так, все, я сделал готовую форму. Хорошо. Так, левая рука плюс кукла. Левая рука... А левая рука у нас нет. А левая рука это вот это вот или... Да, это левая рука. Да, это, да, это левая рука. Так, окей. Левая рука плюс кукла. Ну, я понял. Нам надо вот здесь отсоединить наручник, как нам сказали. И, видимо, взять левую руку и что-то сделать с куклой и левой рукой, я не знаю. Так, теперь касательно формочки. Нам надо приготовить жел... Нет смысла класть туда сейчас. Да, потому что нам надо приготовить. Его можно использовать для нагрева и охлаждения предметов. Так, нам, наверное, надо охладить. Это желе ведь должно быть, да? Давай его охладим. О, получилось что-то твердое. Теперь у нас есть желе. Да, мы получили с вами желе. Здорово. А теперь могу вставить сюда? Это углубление. Может быть, стоит положить туда желе? А? Я слышал внизу устройство. Был какой-то звук. Смотри, внизу открылся ящик. Ну-ка. Да, смотрите. А говорили, ручка нужна. Эй, это же... Ключ, интересно, от чего? О, интересно, от чего же маленький ключ? Давайте подумаем. Может быть, от двери? Нет, не похоже. Наверное, господи, от наручников, нет? Может быть, этот ключ подойдет к наручнику? Да. Да, получилось. Мы достали руку. В смысле, руку? Зачем мне рука? Мы должны были куклу достать, если верить инструкции. Для чего эта кукла? А, мы достали куклу. Так, ключ у нас еще есть. Погодите. Так, теперь давайте нагреем куклу. Ээээ, нагреть. Может, попробовать ее нагреть? Посмотри, цвет получился бледно-розовый. Он был запят в холодильнике так долго, что посинел. Так жалко этого маленького человечка. Один, два, три, четыре. Серьезно? Мы получили код от двери? Один, два, три, четыре? Эээ... Да ладно. А, нет. Снова неверно. Думаешь, подсказка находится... Так. Один, два, три, четыре. Погодите. Эээ... Так, кукла плюс левая рука. Левая рука находится здесь. Эээ... Ненастоящая рука в наручниках присоединена к трубе. Эээ... Может, это ключ от наручника? Да, рука освободилась. Эээ... Эээ... Не надо было игрушку к руке. Левая рука плюс кукла. Шестьсот двадцать пять плюс двенадцать... Эээ... Восемьсот пятьдесят девять. Одно тысяча восем... Эээ... Восемьсот пятьдесят девять. Получается. Эээ... Один... Одно тысяча восемьсот пятьдесят девять. Эээ... Одно тысяча восемьсот пятьдесят девять. Да! Так. Что? Она открылась, Карлос? Я не верю в это. О, посмотри, за крышкой что-то есть. Может быть, если нагреть руку куклы? А, вот зачем нам рука. Понятно. С помощью руки мы должны, я понял. Так, нам сейчас надо... Не-не-не-не-не-не-не, я не хочу... Ладно, придется... Придется охладить куклу, я не сменил предмет. Нет, короче, нам надо нагреть руку, и она сейчас разожмется, я так понимаю. И мы сможем с вами приложить ее к этой штуке. Нагреть. Кукла-манекена силиконовая, что ли? Рука, она разжалась. Рука согрелась и стала мягкой. Фу, как ее теперь противно держать. Так. Здорово. Хорошо, мы были правы. Как раз эту руку нужно было приложить к устройству. Интересно, что внутри? Давай откроем дверь. Здесь холодильник, что ли? В смысле, мы открыли дверь... А, мы открыли дверь... Кровь на полу! Охереть. Нет, не может быть! Там была голова Джунпея. Это он, расчлененный, а не кукла! Нет! Дуэр. Я... Я не думаю, что она не настоящая. Но это было ожидаемо! Его разрубили и распилили! Аху... Охереть! Анонсирование текущих потерь. Команда Ди Диана, Фа и Сигма. Команда Си Джунпей. Эти четверо теперь мертвы. В результате 4Х пароля будут объявлены. Блю-Ред-Милк-Джамп. Это все. Ужасно! Так ужасно! Кто мог сделать такое? Комната заперта. Поэтому единственный, кто мог убить Джунпея. Карлос! В смысле, он ее сейчас будет рубить? А, нет. Эта дверь убила Джунпея! Давай, давай, ломайся! Черт возьми! Аканы? Да, она тоже в дверь. В лучи! Аканы? Блин, охереть! Он реально... Зеро просто взял и расчленил Джунпея! Это просто пипец! Раскидал его останки по комнате! Нахера! Друзья, ну а здесь мы с вами тогда, наверное, и остановимся. Потому что эпизод очень большой. Вот, иначе у нас с вами серия будет часа на полтора. Там еще очень-очень много. Может быть, даже будет еще одна комната-загадка. Кстати говоря, это была достаточно простая комната-загадка. Потому что там было мало предметов. То есть, мало-мало вещей, куда их можно использовать. Мало предметов. Поэтому было достаточно просто. Вот таких бы комнат побольше. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки. История набирает обороты. Рано или поздно мы с вами узнаем код от ящика. Там у нас еще же по той линии есть эпизоды, которые идут после ящика. Короче, ставьте лайки. Мне будет приятно. Подписывайтесь на канал. Есть группа ВКонтакте, группа Устима. Есть я ВКонтакте. Есть еще у нас плагин автоматического уведомления. Канал на Твиче, где проходят прямые трансляции. Второй канал на Ютюбе. И, конечно же, конечно же, есть небо над головой. Да. А вот. Все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok